Следующий вопрос. В чем разница между муслимом и муумином? То есть вопрос заключается в том, в чем разница между исламом и в чем разница между иманом. Если коротко отвечать, то ислам — это внешнее положение человека, а иман — это его внутреннее положение. То есть внешнее положение заключается в том, как мы с ним ведем себя в этом мире, а иман — это то, как с ним будет обращено в судный день. Например, обратите внимание, за кого выдавать замуж, за кого можно выдавать замуж, за кого нельзя, за кого можно выходить замуж, за кого нельзя, на ком можно жениться, на ком нельзя, кто является нечистью, кто не является и так далее. То есть положение верующего и неверующего определяется исламом. Если человек мусульманин, то он имеет положение естественно верующего, то есть с ним может заключать брак, он наследует у мусульманина. Например, если он является сыном мусульманина, то когда мусульманин уходит из жизни, то он ему наследует, в отличие от неверующего. Ну и так далее. То есть это внешнее положение. А что касается имана, это уже положение, относящее к будущей жизни. То есть человек становится мусульманином, когда он говорит шахадатейн, он говорит ашадуан ла иляхи ла Аллаху, ашадуан на Мухаммаду Расулуллах. Когда он свидетельствует о единстве Аллаха и о посланнической миссии его святогости посланника Аллаха, он тут же становится мусульманином, вне зависимости от того, что у него в душе. Является ли он лицемером, сказал ли он это для показухи, сказал ли он это искренне. Вне зависимости от этого он является мусульманином, даже если в душе он неверующий. Он становится мусульманином, с ним может заключать брак, он наследует и так далее и тому подобное. А вот вера нет, вера уже в судный день спасет человека именно вера. В судный день ему на помощь придет именно вера. А ислам это положение в этом мире. Это то, на чем основывается отношение в исламской умме, в этом мире. То, на чем мы должны свое отношение выстраивать, будучи мусульманами с другими людьми. Если мы видим мусульманин, то мы относимся к нему как к верующему. Если он произносит шахаду и так далее, признает все это на языке, то мы относимся к нему как к верующему. Если нет, то как к неверующему. А что у него в душе, что у него на сердце на самом деле, что угодно может быть. Он может быть на самом деле верующим, а может быть и лицемером человеком, который не верит. У него все на языке исключительно. Обратите внимание, 14 аят 49 суры, здесь Всевышний об этом говорит. Говорит, что бедуины сказали, что мы уверовали. Всевышний обращается к пророку, говорит, скажи им, не говорите мы уверовали, скажите мы покорились, то есть приняли ислам. И далее Всевышний говорит, а вера в ваши сердца еще не дошла. И давайте вот на примере этого аята мы разъясним разницу между исламом и иманом. Когда посланник Аллаха начал свою пророческую миссию, в особенности уже в Мединский период, когда переехал в Медину, и в особенности после завоевания Мекки, то Аравийский полуостров оказался под воздействием и влиянием ислама, под воздействием посланника Аллаха и его учения. И многие племена, многие люди по инерции принимали ислам. И они принимали условия ислама, они принимали те условия, которые им ставил посланник Аллаха. Хотя многие из них даже не верили, они просто вот внешне, скажем так, принимали вот этот образ жизни, вот этот образ поведения и эту стратегию, эту политику исламскую того времени, и отношение к идолам, отношение к многобожию и так далее. Они внешне это принимали, но в сердце у них вера не было. Они в принципе изначально и не понимали в самом начале, что это за вера, что она из себя представляет и так далее. И принять многие из них не могли, потому что всю жизнь прожили в многобожии и в идолопоклонстве. И поэтому никакой веры у них не было, они всего лишь покорились. Они приняли то, что они должны выплачивать закят, они должны совершать пятикратную молитву, они должны хотя бы раз в жизни совершить хадж и так далее. Вот эти условия принимали, а в сердце было пусто, в сердце никакой веры не было. Сам Всевышний говорит, что вера в ваши сердца еще не вошла, нет веры в вашем сердце. Поэтому в этом заключается отличие между Исламом и иманом. То есть иман — это вера в душе, по-настоящему вера. Когда человек по-настоящему верит, например, верит в посланническую миссию, посланника Аллаха, он душой, он сердцем верит, он является тем, кто следует его словам, его учению, привязан к его словам, привязан к его учению и считает своей обязанностью, своим долгом исполнять все, что тот скажет, принимать все, что он скажет и отвергать все, что тот отвергнет. А Ислам нет, Ислам, вот внешне я читаю молитву, я произношу шахадат, пащусь, выплачиваю закят и так далее. В душе может быть что угодно, абсолютно.